Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Смирнова Ольга Вячеславовна, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эндокринологии, кафедрой физиологии человека и животных, биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные научные исследования профессора Смирновой, одного из ведущих российских специалистов области эндокринологии, посвящены гормональным механизмам половой дифференцировки, гормональной регуляции в антогенезе, гормональным рецепторам, клеточным и молекулярным механизмам действия гормонов. Исследования профессора Смирновой фундаментальны и известны на международном уровне. Ею опубликовано 187 научных работ. Она соавтор одной монографии и трех учебно-методических пособий, имеет три патента на изобретение, читает несколько курсов лекций, не ограничиваясь при этом только биологическим факультетом МГУ. Ольга Смирнова – член Международного общества андрологов и Международного общества по изучению андропаузы, а также Европейской и Международной ассоциации по изучению печени. Ольга Вячеславовна Смирнова вновь в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Ольга Вячеславовна. И сегодня наш контекст – это половая дифференцировка, которая не только обусловливает репродуктивные особенности мужчины и женщины, о чем шла речь в прошлый раз в программе «С вами», но также эта половая дифференцировка проявляет себя в виде медицинских проблем, впрочем, не всегда очевидных. В январе 2018 года, совсем недавно, только что месяц назад, издание «The Scientist» опубликовало статью, посвященную, такая обзорная статья, посвященная работам известного физиолога Энн Мерфи из университета штата Джорджии, в которой, в частности, они показывают в этих работах, что при введении в центр головного мозга, который отвечает за болевой ответ опиодных аналитиков, аналитиков с самком подопытных крыс, нужна была для болеутоляющего эффекта концентрация в 10 раз больше, чем самцам. Это только один из примеров исследований, которые прокладывают путь к тому, что уже получило название гендерной фармакологии. Дальше вам слово, пожалуйста. Вот мы сегодня этим путем будем следовать, и я вернусь еще и к этой проблеме, конкретной анальгезии, потому что там тоже есть интересные половые различия. Но для того, чтобы понять причину возникновения этих различий в действии фармакологических препаратов, надо представлять, как вообще формируются зависимые полупризнаки и репродуктивных органов, и других органов, потому что все органы в человеческом организме, они работают в соответствии с полом. Только это проявляется на разных уровнях. И начнем мы с роли половых хромосом. Во-первых, потому что всем известно, что все начинается с половых хромосом. С другой стороны, половые хромосомы достаточно загадочны сами по себе. Но всем известно, что у женщин две одинаковые половые хромосомы, XX, у мужчин одна женская половая хромосома, X и еще Y-хромосомы. Они неравноценны по размерам, неравноценны по количеству генов. И если Y-хромосома содержит очень мало генов, и вообще... Она считается битой, такая битая X-хромосома. Да, да, она... А там много генов. Но она инвалюирует потихоньку, регрессирует. И вообще есть предположение, что через какие-то миллионы... Ее не будет. Нет, лет ее вообще не будет. В ней очень мало генов. Мы к этому вернемся, когда будем говорить, зачем она нужна. Наоборот, Y-хромосома достаточно крупная. И в ней достаточно много генов. Вот тут представлены кодирующие гены. Я сравнила их с хромосомой, с 21-ю хромосомой, потому что про нее тоже многим известно, что лишние 21-я хромосома вызывает синдром Дауна. В ней генов гораздо меньше. Ну и 13-я хромосома просто для того... Просто потому, что известные генетические аномалии, связанные с лишней 13-й хромосомой. Вот то, что я говорила, здесь представлено в виде фото хромосомного набора человека. Видно, что размеры Y-хромосомы маленькие, но они примерно такие же, как размеры 21-й хромосомы. X-хромосома крупная, она крупнее 21-й, крупнее 13-й. Просто не нашла я других примеров, чтобы их сравнивать. Тем не менее, вообще говоря, когда разрабатывалась только проблема половой дифференцировки, было неизвестно, какова роль XY-хромосомы в формировании ПО. И, в общем-то, медики позволили уточнить, как это происходит у человека, потому что при наборе половых хромосом X0, это синдром Тернера, этот набор хромосом можно рассматривать как мужской, без Y-хромосомы, и как женский без X-хромосома. Нет, это не Тернер Шерешевского. Вот этот Тернер Шерешевского, нет, нет, не то. Но фенотипа сохранится женский, хотя и редуцированную, с проблемами. Но что интересно, что добавление дополнительных Y-хромосомы и дополнительных X-хромосомы, то есть три сами по X-хромосоме, она практически не сказывается ни на интеллектуальном, ни на физическом развитии. Но считается, что лишний Y-хромосома ведет к небольшому увеличению агрессивности. И вот было исследование в тюрьмах США, что там процент мужчин с дополнительной Y-хромосомы несколько больше, достоверно больше, чем в общей популяции. Но тем не менее, даже люди не обращаются к врачам, если они имеют лишний X-хромосом. Но бывают лишний Y-хромосомы, там бывает сниженная репродуктивная способность, но и то не всегда. Лишний X-хромосомы дают определенное снижение IQ, но тоже не ведущий к дебильности и так далее. В пределах женственности. В пределах женственности, да. И поскольку лишний X-хромосома при ней сохраняется детородная способность, то такие больные редко попадают в сферу внимания врачей, поскольку особых патологии нет. Если мы сравним все это с дополнительной 21-й хромосомой, которая вызывает синдром Дауна, то это будет просто небо и земля. Еще с точки зрения Y-хромосомы это понятно, потому что там мало генов. Вообще Y-хромосомы нужны исключительно для того, чтобы из одинаковых у обоих полов прегонат образовался семенник. Дальше у мужских особей все делают андрогенный антимюллеровый гормон. А X-хромосомы, мы видели, что там много генов. Она большая. Но тем не менее, вот это загадка, лишний X-хромосомы никаких жутких последствий не вызывает. Я привела пример здесь не только синдром Дауна, но и другой трисоми по 13-й хромосомы, о которой я говорила. Видите, здесь последствия тоже жутчайшие. Поэтому почему так мало влияет дополнительная X-хромосома и дополнительная Y-хромосома на неразвитие, остается не ясно. Но что еще надо иметь в виду, когда мы говорим о роли половых хромосом? По моему мнению, вот несколько не учитывается и остается за кадром то, что у мужчин есть такая же X-хромосома, как и у женщин. И на самом деле, кроме периода антогенеза, когда из бисексуальных пригонат одинаково обоево пола должна быть дифференцировка на мужские и женские. И вот если в этих пригонадах активируется ген SRY, ген Y-хромосомы, тогда развитие пригонады идет в сторону семенников. И Y-хромосома активна в основном в определенный короткий период антогенеза развития семенников и только в ткани пригонад. А в остальных тканях, в соматических органах активна одна из X-хромосом у женщин, потому что у них две может любая быть активна. И у самцов, у мужчин, у мужских особей активна тоже одна, их единственная X-хромосома. И какой вывод из этого можно сделать? Почему это важно? Это важно, потому что без наличия половых гормонов, которые продуцируются семенниками, несмотря на XY-хромосомы, развитие идет по женскому типу. То есть у млекопитающих, включая человека, базисным полом является женский. В отсутствии гормонов, как я люблю говорить, по умолчанию развивается женский пол, независимо от набора половых хромосом. И это возникает за счет того, что Y-хромосомы, половые гормоны или не образовались семенники, или не продуцируются мужские половые гормоны, или нет чувствительности к мужским половым гормонам. В этих всех случаях фенотип человека, внешний вид будет женский, несмотря на наличие Y-хромосом. Сейчас мы более подробно остановимся на том, в чем разница образования пола между мужчинами и женщинами. Это тоже проблема, которая как-то механически переносится, поскольку все знают, что у женщины есть эстрогены, есть женские половые гормоны, а у мужчин есть андрогены. Почему-то считается, что под действием женских гормонов образуется женский пол, а под действием мужских – мужской. Так это совершенно не так. Ну так проще думать, да. Так как-то проще думать, но на самом деле достаточно двух X-хромосом, чтобы параллельно образовывались женские половые органы, матков, влагалища, и параллельно образовывались яичники. Яичники в период эмбриогенеза продуцируют очень мало половых гормонов и практически, не практически, совершенно точно, на образование пола не влияют. То есть у женщин идет просто развертывание исходной генетической программы. А у мужчин исходная генетическая программа модифицируется под действием андрогена. И вот это мое мнение личное, что в результате перепрограммирования андрогенов многих мужчин мужской организм устроен сложнее. Чем сложнее устроен организм, тем больше вероятность поломок. Тем он уязвимее. Да. И в результате этого получается, что возможно, это является одной из причин, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем продолжительность жизни женщин. Так вот, мужчины. Для мужчин нет такого вера в формировании пола. Как только образовались семянники под действием григохромосомы гены СРУА, они начинают продуцировать андрогены. И именно андрогены вызывают дифференцировку всех органов по мужскому типу. Они вызывают заращение половых губ, образование мошонки, они вызывают образование пениса, они вызывают образование простаты, семенных пузырьков и так далее. Они влияют на развитие мозга по мужскому типу, хотя там особый случай. Они влияют на работу всех органов по мужскому типу. Кроме этого, в развитии по мужскому типу участвует антимюллеров гормон, но его роль заключается в том, что он препятствует развитию потенциально женских каналов, вот этих мюллеровых каналов. Бисексуальные пригонады, в них какой набор хромосом? Женщин XX, у мужчин XY, но пока Y хромосома не начала работать, у них морфология одинаковая. Одинаковая. То есть то, что разошлось, то, что сложилось при оплодотворении, то сложилось, это никто не отменял, но оно должно реализоваться. Да, но должно реализоваться. Есть такое заболевание, истинный гермафродитизм. И одна из причин вот этого истинного, истинный гермафродитизм, это сочетание в половой железе элементов и яичника, и семенника. Одной из причин истинного гермафродитизма является то, что Y хромосома вовремя забыла включиться, вовремя не экспрессировалась гена SRY, и вот эта гонада начала уже дифференцироваться по женскому типу. То есть она как бы есть, а толку от нее нет. И получается вот железа, которая сочетает в себе оба элемента. Поэтому вот именно гены Y хромосомы не просто должны экспрессироваться в предшественнике семенников, но они должны экспрессироваться вовремя. Вовремя. Если они раньше времени, клетки не будут готовы. Если позже времени, уже все пойдет по женскому типу, и сделать ничего будет нельзя. То же касается и половых гормонов. Они тоже должны действовать вовремя, иначе все пойдет по женскому типу. На этом слайде представлена определяющая роль андрогенов в половой дифференцировке по мужскому типу. Дело в том, что представлена женщина, несмотря на то, что половая хромосома у нее XY. Развитие женского фенотипа в данном случае определяется тем, что у этой женщины произошла инактивирующая мутация рецепторов андрогенов. То есть, несмотря на то, что семенники развились, Y хромосома свое дело сделала, несмотря на то, что они продуцируют нормальное количество андрогенов. За счет того, что ткани нечувствительны к андрогенам, развитие пошло по женскому типу. Как вы видите, это вполне цветущий женский тип. Это касается и социального пола, это касается и внешнего вида. Единственное отсутствие детородной способности. Но это очень яркий пример того, что именно андрогены определяют фенотип и пол человека, по которым определяет пол ребенка. Почему это происходит? Это связано с тем, что если мы уже сейчас возвращаемся к норме, то интересно, что у плодов мужского пола уже на самых ранних периодах эмбрионального развития уровень тестостерона примерно такой же, как у взрослых мужчин. Примерно такой же. И такой высокий уровень тестостерона позволяет оказывать вот эти программирующие эффекты на морфологию репродуктивных органов, и на развитие мозга, что ведет к мужскому социальному поведению. Если мы сравним пунктирные линии, тут представлено, что происходит с гормонами, продуцированными яичниками у женщин, то оказывается, что продукция гормонов яичников очень низка, и она начинается позже. Она начинается уже тогда, когда женский фенотип эмбриона уже сложился. Поэтому, чтобы родился ребенок женского пола, никаких гормонов не нужно. А чтобы родился ребенок мужского пола, необходимо... Существуют патологии. То есть базисный пол женский, можно так говорить. Базисный пол женский, да. Очень любят студентки. Это заявление очень любят. И, соответственно, если мы говорим о патологии, то возможно рождение ребенка, наоборот, с мужским фенотипом при наличии 2Х-хромосом. Например, есть такое заболевание, которое раньше называлось адрианогенитальный синдром, а сейчас называется врожденной гиперплазией надпочечников, когда надпочечники плода, начинают... Надпочечники плода женского пола начинают выделять огромное количество андрогенов. И в этом случае, несмотря на наличие 2Х-хромосом, развитие идет по мужскому типу, и рождается ребенок... Ну, раз рождается... Как бы мальчик. Мальчик, да. Но рождается, но он и ведется как мальчик. Сейчас проверяют, сейчас не допускают до этого. Но, в принципе, если рождается уже с мужским фенотипом, то ведется как мальчик. То же самое касается антимюллерового гормона. Я уже говорила, что антимюллерового гормона препятствует развитию потенциально женских каналов, из которых образуется матка и так далее. И здесь тоже огромная половая дифференцировка между мужчинами и женщинами. У мужчин в амбриогенезе огромное количество антимюллерового гормона, а у женщин его практически нет. У женщин он начинает вырабатываться только во взрослом возрасте, хотя тоже нужен для репродукции. То есть вот эта половая дифференцировка, она осуществляется у мужчин за счет действия андрогенов и антимюллерового гормона, а у женских по умолчанию без гормона. Теперь по поводу того, какие органы подвержены половой дифференцировке. Нужно иметь в виду, во-первых, что это не только репродуктивные органы и не только мозг, но практически все другие ткани. В чем отличие? Отличие в объектах половой дифференцировки и в степени ее выраженности. Если мы говорим о репродуктивных органах, то здесь меняется морфология. Наблюдаются морфологические отличия. Если мы говорим о мозге, то меняется клеточный состав, меняется количество клеток в определенных... В зонах, да? В зонах меняется размер клеток, но мозг остается мозгным. Если мы говорим про нерепродуктивные ткани, то там под таким программирующим действием андрогенов может необратимо меняться экспрессия каких-то генов. Уровень экспрессии. То есть какие-то гены более активно работают у мужчин, какие-то гены более активно работают у женщин. И в результате этого, несмотря на то, что фенотип ткани не меняется, ее функции корректируются в соответствии с полом. Какие-то вещи медленнее делаются у женщин, какие-то вещи у мужчин. И это важно для существования соответствующего пола. Во всех случаях при половой дифференцировке дифференцировки, она может осуществляться только в критические периоды. Мы уже с вами говорили про критические периоды. Вот экспрессии гены SRY в экрекхромосомах тоже касаются и действий половых гормонов. Андрогены могут действовать в определенный ограниченный с двух сторон период. Если они запаздывают со своим действием, дифференцировка идет по женскому типу. Причем эти критические периоды не только ограничены с двух сторон. Действие андрогенов является необратимым в эмбриогенезе, будь то морфология или уровень экспрессии какого-то гена. И вот эта память пола, она передается потомству клеток. Она передается потомству клеток, причем она может передаваться потомству клеток. Она закрепляется и передается уже... Никакое изменение уже не повлияет к гормонам. Уже в отсутствии андрогенов оно передается потомству клеток, то есть оно закреплено. Оно закреплено, если это морфология, это понятно. Если это какие-то ферменты или какие-то другие белки, это каждый раз требует отдельного исследования, чтобы в этом убедиться. Но это так. И это будет важно для нас, когда мы наконец дойдем до фармакологии. И, соответственно, вот эти критические периоды, они не совпадают для тех органов, которые реагируют на андрогены у мужчин. В первую очередь, на самый ранний период эмбриогенеза сдвинута дифференцировка репродуктивных органов. Позднее дифференцируется мозг. И еще позднее дифференцируется нерепродуктивный орган. Что из этого следует? Из этого следует, что дифференцировка разных органов может не совпадать, если возникают какие-то дефекты в процессе эмбриогенеза. Вот здесь я привела пример отличий дифференцировки мозга, которые приводят к дефектам половой ориентации. Эти дефекты половой ориентации могут быть двоякие и могут определяться различным количеством андрогенов в разный период эмбриогенеза. Если мы рассмотрим один вариант, когда в начальном этапе эмбриогенеза андрогенов много, достаточно для половой дифференцировки, в этом случае разовьются внешние и внутренние репродуктивные органы по мужскому типу. За счет того, что дифференцировка мозга запаздывает по критическому периоду по отношению к дифференцировке репродуктивных органов, если в этот период по каким-то причинам продукция андрогенов семянниками снизится, дифференцировка мозга пойдет по умолчанию, то есть по женскому типу. И, соответственно, родится ребенок с мужскими половыми признаками, но с женской половой ориентацией. Наоборот, если мало будет андрогенов в ранний период эмбриогенеза... Когда закладываются репродуктивные органы. Да, когда закладываются репродуктивные органы, причем это может быть и при наборе половых хромосом XX и также XY, то половые органы разовьются по женскому типу, если потом увеличится уровень андрогенов, дифференцировка мозга пойдет по мужскому типу, и опять будет нарушение половой ориентации, то есть только обратное, да, женский фенотип и мужская половая ориентация. Вот интересно, просто на уровне таком гипотетическом, есть ли между ними координация какая-то? То есть я имею в виду, что на ранних этапах эмбриогенеза не посылают ли сигналы сформировавшиеся репродуктивные органы, не посылают ли они сигнал к началу дифференциации мозга, а потом нерепродуктивных органов? Вы знаете, вообще говоря... Изучал ли это вообще кто-то? И как это изучать, я не представляю. Все, что изучается в эмбриогенезе, изучать очень трудно. Поэтому вот на гормональном уровне, на уровне сигнальных соединений, которые с кровотоком... То есть вы видите то, что уже свершилось, а вот что побудило... Возможно, какие-то элементы этого есть. Перемычки, я имею в виду, между этапами перемычки, вот такие. Ну, это, извините, да. Нет, понятно, может быть. Я думаю, это, скорее всего, связано с паракременными сигнальным соединениями, которые индуцируются под действием андрогенов. Обязательно синхронизация обязательно должна быть. Есть вот... Я не знаю, как связана половая дифференцировка мозга с репродуктивными органами, но вот на ранних этапах эмбриогенеза за счет вдоль первичной нервной трубки есть градиент продукции различных сигнальных соединений. И вот как раз этот градиент продукции определяет развитие разных уровней, разных частей тела. Я, собственно, об этом и спрашивала. Я думаю, что и тут примерно то же самое, просто фактор еще неизвестен. Ну вот, то есть, вот, мало того, что важно, чтобы у плодов мужского пола вырабатывалось много андрогенов, важно, чтобы они все время вырабатывались в должном количестве. И если мы говорим о плодах женского пола, нужно, чтобы весь период беременности андрогенов там не было, иначе начнутся вот такие сложные сочетания одного с другим. Ну и теперь, вот, когда мы, в общем, охватили основные принципы половой дифференцировки, мы перейдем к дифференцировке нерепродуктивных органов, поскольку именно с ними связана вот проблема женской и гендерной фармакологии. Значит, первое, насколько это ненадуманный вопрос. Вот есть интересные данные, полученные буквально вот в 2017 году, где с помощью микроэрре, микроматричного анализа, изучали полузависимость экспрессии генов в ряде органов, в ряде репродуктивных органов. Во-первых, оказалось, что суммарно больше вот 23 тысяч транскриптов в организме мышей дифференцированы по полу. Причем в печени оказалось, что 72% генов отличается у самцов и самок. Огромное количество. Ну, там у жировой ткани тоже немало, в мышце тоже немало, в мозге почему-то гораздо меньше. Но я думаю, что это связано с такой точечной клеточной специализацией клеток мозга. Но, то есть уже отсюда ясно, что это вопрос ненадуманный, потому что, хотя внешне печень выглядит одинаково у мужчин и женщин, работает она на 72% по-разному у мужчин и женщин. Теперь то же самое мы говорим о клетках, которые не относятся к репродуктивной системе, но здесь уже вопрос в том, насколько эти клетки, когда они размножаются в культуре, насколько они сохраняют память пола. Насколько, и вы видите, здесь представлены клетки тоже, фибробласты, гладкие мышцы, кератионциты и так далее. То есть это клетки, не относящиеся к репродуктивным органам. И культивируются они, и с присутствием гормона без воздействия. Да, они брались у самцов и у самок и культивировались в обычной среде без половых гормонов, смотрели параметры, которые у них исходно были зависимы от пола. И, по крайней мере, в где-то 10-12 делений клеток у клетка сохраняют память пола. Сохраняют память пола. То есть, во-первых, они исходно дифференцированы, что важно знать. Во-вторых, даже в отсутствии гормонов вот эта память сохраняется за счет необратимого действия андрогенов еще в эмбриогенезе. Каким образом осуществляется дифференцировка нерепродуктивных органов? Я буду останавливаться в основном на печени. Во-первых, потому что печень – это орган, который больше всего связан с метаболизмом лекарств. Вообще всего, что поступает из нервного органа. И во-вторых, потому что мы печенью много занимались, потому что она достаточно хорошо изучена в плане половой дифференцировки. И если мы говорим о половой дифференцировке печени, то оказалось, что она осуществляется с помощью двух механизмов. С одной стороны, андрогены могут оказывать прямое программирующее действие на печень, то самое необратимое в более поздние периоды антогенеза, и может необратимо изменять уровень экспрессии определенных печеночных ферментов, важных для метаболизма лекарств. Второй механизм, с помощью которого печень работает в зависимости от пола, это механизм, связанный с действием половых стероидов на гипоталам, гипофизарную систему и на продукцию СТГ. СТГ, аматотропный гормон, он же гормон роста, он продуцируется импульсно. И паттерн его секреции отличается у мужских и женских особей за счет, в частности, программирующего действия андрогена. У мужчин гормон роста продуцируется высокоамплитудный уровень продукции, но с достаточно большими интервалами, где-то 3-4 часа и низким базальным уровнем. У женщин амплитуда пиков пульсации СТГ низкая, базальный уровень достаточно высокий, и пики повторяются примерно в 2 раза чаще, чем у мужчин. И вот такие отличия паттерна секреции гормона роста ведут к тому, что гормон роста по-разному, в зависимости от пола, влияет на работу различных белков печени, в частности, на печеночный фермент. То есть печень с двух сторон охвачена половой дифференцировкой, поэтому неудивительно, что там 72% генов дифференцированы по полу. К чему это приводит? Сейчас мы уже подходим к тому, каким образом половая дифференцировка функции печени ведет к различным эффектам лекарственных препаратов у мужчин и женщин. Дело в том, что в печени осуществляется инактивация и метаболизм различных ксенобиотиков, включая лекарственные препараты. И оказалось, что андрогены необратимо индуцируют те изоформы цитохромов П-450 печени, которые начинают более интенсивно экспрессироваться у мужских особей. То есть у мужчин метаболизм и лекарств в печени происходят гораздо быстрее, чем у женщин. В результате отличия метаболизма, если вы знаете, что в настоящее время практически все лекарственные препараты назначаются с одинаковой дозой у мужчин и женщин, и хотелось бы мечтать, чтобы во вкладышах у детей доза такая-то, у женщин такая-то, у мужчин такая-то, но пока этого нет. И при приеме одного того же количества лекарственного препарата последствия этого приема у мужчин и у женщин мало. Разные. Разные у женщин за счет медленного метаболизма в крови накапливается большая концентрация лекарства за счет изменения клиренса и так далее. И за счет того, что уровень лекарственного средства в крови более высокий, чем у мужчин, растет и уровень побочных эффектов. Растет уровень побочных эффектов, растет уровень аллергических реакций, аутоиммунных реакций на лекарства, и снижается эффективность его действий. У мужчин, наоборот, метаболизм лекарств быстрый. Кроме того, до последних лет фармакология основывалась на исследованиях в основном, на эндоклинических исследованиях на мужских особи млекопитающих. И доза лекарств больше адаптирована к мужчинам, чем к женщинам. Поэтому побочных эффектов лекарств у мужчин меньше. Но существуют и отрицательные последствия того, что цитохромы в печени мужчин работают более интенсивно. Дело в том, что на различных этапах метаболизма лекарств в печени возможно не только их инактивация, но в результате этой инактивации могут образовываться токсические продукты. И вот таких токсических продуктов, метаболитов, лекарств в печени мужчин накапливаются больше. Из-за этого они, кроме всего прочего, они больше предрасположены к онкологическим заболеваниям печени и к циррозу за счет того, что интенсивнее метаболизм и не так удачно печень справляется со своими функциями, как у женщин. Вот все, что я говорила и по поводу дифференцировки функций печени и по поводу разного метаболизма лекарств в печени, оно иллюстрируется многочисленными примерами. Вот здесь я представила таблицу, где говорится о побочных эффектах лекарств, которые принимаются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И вы видите, что побочные эффекты различных классов и бета-блокаторов, и блокаторов кальциевых каналов, и аритмических лекарств, они у женщин выше, чем у мужчин. Причем это широко применяемое лекарство. Да, это широко применяемое лекарство. У каждого второго чуть не летит. И тут проблема заключается в том, например, вот тот же верпамил, который у женщин дает очень часто мерцательную аритмию, это лекарство, которое давно одобрено всеми фармакопеями. И вернуться к нему, чтобы определить дозы для женщин и для мужчин, это гораздо сложнее, чем разработать новое лекарство, когда уже можно учитывать пол. Поэтому тут отдельные вопросы. Отдельно я его вам задам потом. Но не только побочные эффекты боли выражены у женщин в случае лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но и в случае других лекарств, уже я не стала их перечислять подробно, но это и иммуномодуляторы, причем даже антитела по-разному действуют, и побочные эффекты больше у женщин. Это и противораковые препараты различные, это и антикоагулянты и так далее. И побочные эффекты достаточно тяжелые, которые преобладают у женщин по сравнению с мужчинами. Даже противовирусные препараты, вакцины действуют по-разному у мужчин и женщин, и побочных эффектов, опять же, больше у женщин. Все это заставляет задать вопрос, с чем это связано. Это понятно, что это связано с половой дифференцировкой, но, наверное, имеет смысл более подробно разобрать с половой дифференцировкой чего, какие ферменты, в частности печени, связаны с полузависимостью действия лекарств. И кроме самой половой дифференцировки нерепродуктивных органов, нужно иметь в виду, что существует еще и полузависимость заболеваний нерепродуктивных органов. Но вы знаете, что, например, холестаз, холилитиаз – это женское заболевание, язва – это мужское заболевание, аутоиммунные заболевания все чаще встречаются у женщин. Например, тиреотоксикоз и гипотирез в 10 раз больше у женщин, чем у мужчин. И, например, системная красная волчанка тоже. Нерепродуктивные органы ведет к различным заболеваниям. Кроме того, различная чувствительность женских и мужских особей к самим гормонам. То есть половые различия уровня рецепторов тоже ведут к тому, что по-разному действуют лекарства. Ну и… Ну вот, кстати, та работа, с которой я начала, про анальгетики опетные, там дело было в этих миорецепторах. Вот, наверное, да. Интересно, вот насчет анальгезии, да, вот в этой книжке «Гендерная фармакология», из которой я вам таблицу приводила, там приводятся интересные факты по поводу действия анальгетических препаратов. И говорится о том, что… Сейчас пересматриваются представления о половой дифференцировке анальгезии, самой анальгезии, то есть чувства боли. Раньше считалось, что анальгетические чувства… Женщины более чувствительны к боли, чем мужчины. Теперь оказалось, что нет. Мужчины более чувствительны… У них же порог гораздо ниже, даже на бытовом уровне. Но вот раньше считалось, что женщины… Потому что женщины раньше информируют… Информируют. Раньше информируют, да. А мужчины долго терпят, и поэтому… То есть на самом деле эта проблема очень сложная. Тоже касается… Поскольку мы заговорили о лекарствах, имеет смысл еще коснуться и действия плацебо. Потому что все, что я вам показываю, это плацебо-контролируемые исследования. И там в приеме плацебо не было половых различий. Но тем не менее, были проделаны специальные исследования по действию плацебо у мужчин и женщин. И оказалось, что позитивный эффект от плацебо женщины испытывают чаще, чем у мужчин. Я предвидела этот ответ. Да. Хотя было еще другое исследование, когда испытывали красненькие и беленькие таблетки. Но это надо… И на красненькие и мужчины, и женщины реагировали лучше, чем на беленькие. Это надо вернуться к половой дифференцировке мозга. Я думаю. То есть вот половая дифференцировка мозга, она… Но вы понимаете, ведь это плацебо не просто играли, назначали вместо каких-то препаратов, ну, например, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. То есть женский организм может перенастроиться так, внушить себе так, что он вылечит заболевание с помощью плацебо. Это приятно. Я же говорю мозг. Да, мозг, мозг, никуда не денешься. Ну, вот мы обсудим сначала физиологические причины, и я хотела в двух словах рассказать, как происходит метаболизм лекарств печени, потому что с этим как бы связаны и механизмы полузависимости действия лекарств. Существует несколько фаз биотрансформации, которые происходят в печени. Первая фаза связана с инактивацией тех ксенобиотиков, тех лекарств, которые поступают в печень. Их осуществляет цитохром и ряд других ферментов. Вторая фаза связана с повышением растворимости вот этих соединений в воде, чтобы они легче вывелись из организма, и ее осуществляют определенные конъюнгирующие ферменты, вот и ацетилтрансферазы, глютатионтрансферазы и так далее. А третья фаза, она связана с выведением лекарств из клетки. И ее осуществляют две группы белков. Особенно важную роль играют белки, которые называются белки и множественной устойчивости к лекарствам. Называются они так потому, что чем лучше они будут экспрессироваться, тем быстрее выведутся лекарства из клетки, ну и, естественно, тем меньше они будут на эту клетку действовать. Вот эти белки множественной устойчивости к лекарствам... Это транспортные, да? Это транспортные белки, да. И другие белки, которые переносят, ну, достаточно неспецифически, органический анион. Вот, собственно, из этих... Вот эти ферменты этих трех фаз участвуют в инактивации и выведении лекарств. Теперь посмотрим, что с ними происходит у мужчин и женщин. Вот ферменты фаза 1 здесь перечислены, да. Их экспрессия ползависима. И у мужчин они все экспрессируются выше, чем у женщин. Ферменты фазы 2, которые повышают растворимость и выводятся, они тоже у мужчин экспрессируются на более высоком уровне, чем у женщин. То есть здесь уже база того, почему происходит разница в побочных эффектах и лекарств на уровне вот этих ферментов первой и второй фазы. Что касается транспортеров. Вот эти белки множественной устойчивости к лекарствам. Соответственно, в этом случае быстрее выводятся из клеток лекарства у женщин. Вы видите, практически все белки множественной устойчивости к лекарствам, а их есть много вариантов. Они экспрессируются в большем количестве у женщин, чем у мужчин. Что касается транспортеров органических анионов, то только один из них выше у мужских особей, остальные тоже выше у женских. То есть это опять говорит о том, что у женщин концентрации лекарств в крови больше, а эффективность действия меньше, а у мужчин наоборот. То есть еще одна физиологическая причина, обуславливающая, безусловно, половые различия в формакодинамике лекарств у мужчин и женщин. То же самое касается и клиренса выведения лекарственных препаратов. Здесь я это представила на примере противоопухолевых лекарств. Но вы видите, все они у мужчин выводятся быстрее, чем у женщин. Соответственно, более длительная циркуляция в кровотоке ведет к увеличению побочных эффектов. И они чаще всего, в смысле у женщин проявляются чаще, чем у мужчин. То есть, что ни возьми, получается, что доза лекарств во взрослом организме должна быть адаптирована к полу. Должна быть адаптирована к полу. И, соответственно, почему это не происходит, трудно сказать. Хотя сейчас нужно все-таки отметить, что хотя бы тенденции в эту сторону начинают появляться. Надежда есть. Кроме половой дифференцировки ферментной системы и системы транспортеров, которая влияет на различную биодинамику лекарственных препаратов у мужчин и женщин, важную роль играют и различные болезни, которые с разной частотой встречаются у мужчин и женщин. И, соответственно, существует много болезней, зависимых от пола. У женщин преобладают одни, у мужчин другие. И это все результат той самой половой дифференцировки нерепродуктивных органов, о которых мы говорили. Интересные исследования сделали в прошлом году в Германии по поводу... Это было чисто такое исследование коммерческое по поводу продажи препаратов, но заодно они исследовали, какие препараты больше принимают женщины, какие мужчины. И получили очень интересные результаты, потому что, естественно, что какие заболевания больше преобладают у женщин. Популяция ТИИ, да. Да, и вы видите, что абсолютно... Потом это же Германия, там же самое купишь, то, что назначают, то и купишь. В большое количество раз прием женщин и определенных препаратов от определенных болезней превышает прием мужской. То же самое касается и препаратов, которые чаще принимают мужчины. Хотя нужно сказать, что существует еще исследование, касающееся, опять же, женщин, в которых говорится, что женщины вообще любят больше принимать препараты, чем мужчины. Им так спокойнее живется. Живется, да. Больше заботятся. Это опять половая дифференцировка мозга. Что лучше, не добирать препаратов или перебирать, я думаю, что, учитывая, что все-таки у нас сейчас фармакология скорее мужская, чем женская, женщины зря это делают. Лишние препараты принимают. Теперь по поводу причин уже организационных. Почему так получилось, что лекарственные препараты по своей фармакодинамике, по своим эффектам, они более адаптированы к мужским условиям. Это, в частности, связано, во-первых, с доклиническими испытаниями. Но обычно определение того, насколько лекарство может выйти в клиническую практику, основано на исследовании его хронической и острой токсичности, канцерогенности, тератогенности, аллергенности и онкогенности. Соответственно, все эти исследования чаще всего проводятся на самцах. На самцах их проводить удобно, потому что самцы не циклируют более однородной популяции, меньше разброс данных, скорее получаются статистические достоверные результаты. И традиционно для доклинических испытаний используются самцы. Кроме того, все эти параметры безопасности лекарства исследуются еще и на клеточных культурах. Но полклеточной культуры до сегодняшнего времени никого не интересует. Мы только что с вами говорили, что в клеточных культурах память слова сохраняется в 10 поколениях. И поэтому абсолютно необходимо учитывать полкультуры, на которой проводят испытания препаратов. Что касается клинических испытаний, то в клинических испытаниях тоже очень редко используют женщины. Очень редко включаются женщины в клинические испытания. И это приводит к тому, что ряд побочных эффектов остается за кадром. Вот отсутствие включения женщин в клинические испытания, оно еще было связано с проблемой, вообще с историей, которая связана с введением в клиническую практику препарата талидомида. Это от тошноты, по-моему, беременных? Да, его назначали, сделали клинические испытания, но клинические испытания не были проведены ни на самках, ни на беременных самках. И, соответственно, доклинические испытания. Клинические испытания на женщинах тоже не проводились, и тем более на беременных. И когда стали беременны женщины принимать этот препарат, а он действительно помогал от тошноты и так далее, от самых таких проблем первого триместра беременности, от которых многие женщины страдают, потом оказалось, что он ведет к существенным генетическим дефектам развития детей, вот дети с фокомелии, то есть с недоразвитием конечностями, так называемыми тюленими конечностями, их родилось очень много, 10 тысяч детей. Уже в последующие годы оказалось, что выявилось вот это тератогенное действие талидомида. Именно на женские ткани? Именно на женские, ну вот на беременных животных сначала, потом понятно стало механизм вот этого тератогенного действия. Но какие последствия для фармакологии вообще? Таких последствий два, по крайней мере, одно хорошее, одно плохое. Хорошее последствие заключается в том, что после вот 60-х годов, когда все это случилось, когда наконец поняли, что это связано с талидомидом, стали во вкладышах писать, для беременных женщин неизвестно, что гоня, на беременных женщинах не исследуется. Так и пишут до сих пор, ну фармкомпании хотят себя обезопасить от вот таких случаев, ну хотя бы пишут, это хорошо. Второе, негативные последствия этого, фармкомпании стали еще больше бояться включать женщин в клинические испытания. Вот, во-первых, это более сложно, потому что нужно учитывать стадию цикла. Во-вторых, надо бы на беременных женщинах тоже испытывать, это большой риск, это понятно. И, соответственно, включение женщин в клинических испытаниях, оно как-то затормозилось на многие-многие годы. И, ну и опять же, возвращаясь к тому, поскольку эти исследования в основном или на самцах, животных, доклинических, потом клинические на мужчинах, все-таки дозы современных лекарств, уже классических лекарств, они больше адаптированы к мужчинам. Это не значит, что я феминистка. Я как-то рассказывала, вот тоже самое, к нам приезжали из Канады делегации врачей, женщин. Оказалось, что они там какие-то из общества феминисток, и они меня зазывали в это общество. Увидели родную душу. Да, я не феминистка, я эндокринолог просто. Я просто эндокринолог. Поэтому тут дело, в принципе, а не в том, что я феминистка или я женщина, вот так складывается. Но сейчас положение улучшается, но положение улучшается для тех препаратов, для тех исследований, которые только вводятся в клиническую практику. Вот, в частности, в Национальный институт здравоохранения американский, он уже вот с января 1916 года требует включения пола как биологической переменной во все исследования. Что это значит? Если говорить о научных исследованиях и на написании статьи, принимается в печать статьи, где то, что сделано на самцах, подтверждено на самках. Если подается заявка на грант, то там тоже должно быть включено полживотного. Вы знаете, ведь на самом деле до смешного сейчас во многих современных статьях даже до сих пор вообще полживотного не указывается. Указываются там полувозрелые крысы, да, там такой вот линии, но подразумевается, что мужской. Если не указывается, то подразумевается, что мужской. Да. Поэтому, но это тоже, это касается и доклинических испытаний новых лекарств. Во-первых, это древнее включение животного женского пола, или всегда, или для заболеваний, которые чаще проявляются у женщин, или которые по-разному протекают у мужчин и женщин. Но опять я подчеркиваю, что это для новых лекарств. А сколько лекарств принимается старых, к которым возвращаться никому не хочется. Ведь это очень дорогое удовольствие проводить заново доклинические испытания, включая туда и мужчин, и женщин. Ну и в заключение нужно сказать, что вот это включение пола как биологической переменной, в общем-то это наше будущее, только непонятно, когда оно наступит. Что касается новых препаратов, я думаю, это будет довольно скоро. А что касается старых препаратов, ну, возможно, будем надеяться, что может государство будет какие-то дотации давать. В общем-то это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо большое. Я хотела задать дополнительный вопрос, отталкиваясь от того, чем мы закончили. Мы увидели, вы нам наглядно продемонстрировали проблему зависимости фармакотерапии от пола. Вот продолжая ваше заключение, как сдвинуть эту махину. Понятно, что новые препараты уже будут разрабатываться с этим учетом. И вы же сказали о том, что старые продолжают приниматься, и что, ну, государство. Но фарминдустрия – это такая махина коммерческая. Если мы посмотрим на мировой рынок вообще, я имею в виду вот все эти IPO, да, и биржевые торги, и все колоссально. Я сейчас не готова точно назвать величину сектора, но это колоссальный, это весомый сектор. Причем международный, иногда трансконтинентальный вообще. Как вы думаете, какой временной горизонт может быть для смены вот этой парадигмы? Ну, вы знаете... Ну, аспирин, вот ему уже сто лет, да, с лишним производят? И будут производить. Я ориентируюсь сейчас вот на прошлое, поскольку мы довольно давно занимаемся этой проблемой. Когда я начинала заниматься работой, вот мы фактически первые поняли, что функция печени зависит от пола. Потому что мы нашли там рецепторы к половым гормонам. И когда это произошло, ну, все-таки я еще живая, так скажем, да, печень рассматривали, как орган, не мишень. И вот это наше сообщение первое, она встретила большое противодействие, потому что считалось, что не должно быть там рецепторов половых гормонов. То есть печень – это просто орган переработки, да, это просто орган переработки, да, да. И нам не может быть там флавовых гормонов, не может печень зависеть от пола, и ее... И, собственно, мы и открыли это случайно, потому что мы работали с рецепторами матки, и печень брали как контрольный орган, в котором не должно быть рецепторов. Но поскольку чисто физически из печени можно извлечь гораздо больше белка, чем из матки, мы там нашли то же самое, что в матке. И если вот считать, что вот за эти 40 лет наука ушла от того, что печень в штыки воспринималась как орган, реагирующий на половые стероиды, а сейчас заболевания печени, в частности рак печени, используют тамоксифен, антиэстроген, чтобы лечить рак печени и так далее, что все-таки сознание общества медиков убьет. Для чего возможно все-таки. Да, все-таки это потихоньку раскачивается. Но это все касается науки, потому что наука – это не такое денежное дело, как форма индустрии. И я думаю, что в отношении новых препаратов это придет очень быстро. Потому что это уже на слуху, уже есть требования, если есть в них, то будет требования FTE и все вот это. Но что касается старых препаратов, вот это я не могу сказать. Потому что это финансово невыгодно фирмам затевать такое дорогое исследование по проверке и дозой. О действенности аспирина отдельно на женщины и на мужчины. Да, да. Ну я хочу всем пожелать и нам тоже, чтобы мы наконец нашли во вкладышах дозу для мужчин и дозу для женщины. И прием тоже самое. Спасибо большое, Ильич, вам успехов. Спасибо. Продолжение следует...